Эта неделя начинается с ожидания ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США, ведь от этого будет зависеть и дальнейшее поведение индекса доллара и многих других ключевых валютных пар азиатской торговой сессии. А еще мы начинаем понедельник с новости о том, что в Китае объем промышленного производства вырос, но гораздо слабее прогнозов. Результат роста оказался заметно слабее показателей всего года, что однозначно окажет влияние на страны, чья экономика зависит от КНР. Но пока что давайте перейдем к индексу доллара. Это показатель силы доллара по отношению к корзине и шести других мировых валют. Сегодня эта котировка растет на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы. Сейчас торги продолжаются уровня 94.15. Но до конца дня котировка может вырасти до уровня 94.30. Ведь после объявленных на прошлой неделе данных об инфляции доллар имеет потенциал роста, считают аналитики. Этому способствуют ожидания повышения ставки ФРС, которые укрепились после сентябрьской встречи, а также инфляционное давление. В то же время пара доллара США и иены достигла целевого уровня 114.25. Закрепление над этим уровнем создает задел для дальнейшего роста в целевой диапазон между отметками 115 и 116. Но пока что с точки зрения технического анализа мы видим склонность к развороту. Как быстро он может произойти? Как только цена отскочит в коррекцию и закрепится над уровнем 113.50. Аналитики оценивают вероятность снижения на 60%, а вероятность роста на 40%. Соответственно, нам нужно дождаться первого сигнала на пробой в том или ином направлении и после этого уже формировать свою стратегию торговли. А вот рост австралийского доллара к текущему моменту притормозился у целевого уровня 0.7445. С технической точки зрения валютная пара начала разворот вниз и сейчас появилась вероятность коррекции перед дальнейшим роста. Вероятный уровень 0.7445 достаточно сильный и весь октябрьский рост лишь с небольшими откатами ослаб настолько, что для борьбы с указанным сопротивлением цене потребуется накопить силы. Поэтому нам временно стоит ожидать ослабления котировок с текущего значения 0.7395 до 0.7370. Ну а теперь подведем итог. ФРС в сентябре допустила повышение учетной ставки в следующем году и начало сокращения выкупа активов в текущем. В протоколе сентябрьского заседания регулятор предположил, что сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться уже в текущем году и завершиться к середине 2022 года, а это может привести к росту индекса доллара и повлиять на зависимые от доллара валюты и активы. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!